Вскрыв завещание Кобзона, родственники потеряли дар речи. Стоит признать, что Иосиф Давидович Кобзон за свои долгие годы жизни смог оставить довольно-таки внушительное наследие своим детям и жене, а также всей индустрии российской эстрадной музыки. Великий певец за свою жизнь создал множество музыкальных альбомов, которые так сильно запали в душу и память миллионам его поклонников. Однако, помимо культурного наследия, Иосиф Давидович оставил и довольно-таки солидное и внушительное материальное наследство, которое, скорее всего, перейдет к его семье. Сумма всего задекларированного имущества Иосифа Давидовича Кобзона приравнивается к 1 миллиарду рублей. Среди этого имущества имеется множество недвижимости. Это резиденция певца, которая находится в Баковке, неподалеку от Москвы. Ее стоимость приравнивается к 400 миллионам рублей, что является просто астрономической суммой. Также в имущество Кобзона содержался двухэтажный пентхаус, который находится в элитном районе Москвы на Новом Арбате. Цена данной недвижимости приравнивается к 500 миллионам рублей. Помимо задекларированной недвижимости, во владении Кобзона также находится его личный автомобиль Mercedes Maybach, цена которого равна приблизительно 10 миллионам рублей. Все имущество Иосифа Давыдовича Кобзона перейдет непосредственно во владение его семьи и ближайших родственников, которых так сильно любил великий певец. Напомним, что у певца осталась его любящая жена, которая поддерживала артиста не только во время его сольной музыкальной карьеры, но и в период болезни. Также у Кобзона осталось двое детей – 44-летний сын Андрей и 41-летняя дочь Наталья. К тому же у Кобзона осталось 9 внуков. Помимо материального имущества, у семьи Кобзона останется полное право на владение авторских прав касательно музыкальных композиций и их использования. Именно поэтому стоит признать, что сумма всего наследия великого певца Российской Федерации и Советского Союза далеко превосходит сумму в 1 миллиард рублей. Субтитры создавал DimaTorzok